8 декабря страна отметит 28-ю годовщину со дня принятия Конституции Республики Узбекистана. О мероприятиях, приуроченных к уже скорой дате, мои коллеги. К знаковой дате было приурочено мероприятие, организованное социал-демократической партией Узбекистана, Адулад совместно с Министерством юстиции и Ташкентским государственным юридическим университетом. В фокусе внимания участников находилась история принятия основного закона, реализация ее положений, роль и значение в жизни страны и каждого ее гражданина. Отмечалось, что с каждым годом мы все глубже осознаем, что Конституция была и остается гарантом движения нашей республики вперед по пути демократических реформ и консолидации общества, укрепления мира и согласия, важных социальных и экономических перемен. Предвыборной программе нашей партии была выдвинута инициатива о внесении изменений в первую часть 107-й статьи Конституции Узбекистана. В настоящее время в законодательной палате обсуждается соответствующий законопроект. Если остальные фракции поддержат это предложение, то данный закон будет принят. Отдельно остановились и на работе, проводимой Ташкентским государственным юридическим университетом, направленной на повышение правовой культуры населения. Для этого реализуется целый ряд проектов. В частности, было создано мобильное приложение «Правовой город», а также в изданиях «Имеете право» даются юридические ответы на возникающие проблемы граждан в рамках Конституции и во всех других сферах нашей жизни. Кроме того, в проекте «Стритло» — обыкновенное право или в деятельности юридической клиники разъясняем, насколько важно знать Конституцию и его значение, а также свои права и законы. В завершении мероприятия тем, кто непосредственно участвовал в создании основного закона нашей страны, были вручены нагрудные знаки Социал-демократической партии «Адолат». Законодательной палатой Оли Мачлиса, Республиканским центром духовности и просветительства, активистами национально-культурных центров, организована встреча на тему «Конституция. Гарантия межнационального согласия». Говорили о том, что отношение к другим национальностям, к другой культуре, к другим традициям у нас издревле исходило от нашей культуры. И исторически Узбекистан всегда был многонационален. В Узбекистане, независимо от национальности, все люди имеют равные права, равные возможности на образование, на труд, на творческую деятельность, на научно-техническую, научно-исследовательскую деятельность. И этим богата наша страна. Участниками обсуждалось важность закрепленных в Конституции Узбекистана, принципов укрепления межнационального согласия и стабильности в обществе, а также принимаемые в стране законы в сфере межнациональных отношений. Как отмечалось в ходе мероприятия, в формировании и развитии независимого демократического правового государства важную роль играет Конституция. Продолжение следует...